Далее зелёный свет. Дорога Нарин-Марусинск открыта для всех видов транспорта. Первая кадра зимника. Интервью с водителями. С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Далее зелёный свет. Дорога Нарин-Марусинск официально открыта для всех видов техники. Соответствующее распоряжение подписали в понедельник. Об этом сообщает региональный департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Сейчас, несмотря на сильную метель, которая разыгралась ночью, состояние зимника оценивается как хорошее. Автомобили свободно следуют в обе стороны. Однако без инцидентов всё же не обошлось. Репортаж Олега Хатанзейского. Эта машина слетела с дороги уже на первых километрах так называемой отсыпки. Всему виной сильная метель и низкая видимость. Непогода разыгралась поздно вечером. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Вот это примерно 45-й километр со стороны Наринмара. И сейчас на улице разыгралась очень сильная метель. Видимость практически нулевая. Меня буквально сносит ветром. Будем пробиваться дальше. Последствия непогоды тут же устраняют дорожники. Спецтехника, которая расчищает трассу от снега, двигается в обоих направлениях. Первые 100 километров в сторону Усинска, как и в прошлые годы, обслуживает Наринмар Дуримстрой. Сейчас это нормальная дорога. Расчистили все. Машины идут. Легковые, грузовые идут машины. На вашем пути вообще уже встречались в этом сезоне застревающие? На этой не было еще. Несмотря на осадки, сильный ветер, средняя скорость движения по зимнику 60 километров в час. При низкой видимости единственным ориентиром для автомобилистов становится отнюдь не навигатор, а деревянные указатели. Вот эти вешки в сильную метель являются главными направляющими для водителей. Они установлены через каждые 10-15 метров. Однако на некоторых участках дороги они вовсе отсутствуют. Ну а где-то их просто сносит ветер. До конца отсыпки добираемся за 3 часа. Позади почти 100 километров. Именно здесь начинается новый маршрут. Здесь заканчивается так называемая отсыпка. Если раньше, чтобы добраться до Усинска, водители сворачивали налево, то теперь этот поворот закрыт. Видно, что следы практически отсутствуют. В этом году зимник сократили. Соответственно, изменился и маршрут. Сейчас машины, не сворачивая, едут прямо вот туда. Водитель этого авто впервые преодолевает новый зимник. Дорога ему показалась сложной. На пути ему много ям, крутых поворотов, а еще вешки отсутствуют. В прошлом году я ездил по зимнику. Мне в прошлом году больше понравилось. Не было таких подъемов, спусков с поворотами. То есть гораздо было безопаснее. А вот дальнобойщик Виктор Ключагин новую дорогу напротив похвалил. В принципе, проблем не было. Дорога чистится видом. Да, заливают. Смутило меня то, что ширина, в принципе, не очень большая. Это вот тут, а дальше-то широкая она. Говорят, что вешек нету. Есть кругом. Вот здесь нет, а дальше есть. Вешки есть. Застрявших не видели? Нет, и легковушки проезжают. Без проблем. Сам зимник стал короче примерно на 60 километров. К слову, раньше эту дорогу уже эксплуатировали. Но около 10 лет назад ее законсервировали. Новую старую трассу в этом году строили буквально с нуля. Теперь ее обслуживает местная компания «Транзит». Сейчас, не считая вспомогательной техники, которая приезжает и уезжает, она постоянно работает 21 единица. Сейчас все проблемы на участке убираются. Но погода, она тоже, вот она здесь стихла, а где-то, допустим, до сих пор метет. По словам Владимира Волкова, за последние две недели движение по зимнику из-за сильных снегопадов было пролизовано несколько раз. В блокаде оказались десятки легковых машин. Чтобы не допустить подобных ситуаций, принято решение на время непогоды перекрывать движение для отдельных видов транспорта. Сейчас договорились с ДРСУ и будем перекрывать на 12-м километре. То есть предотвратить несчастье, если человек какой-то там попадет на дороге, его заметет. А при метелье может даже и такое быть, что может и трактор его переехать. Там такая ситуация была, что в пяти метрах ничего не видно. А люди все равно продолжают ехать. Вместе с тем региональный комитет гражданской обороны предупреждает водителей, что автодорога от Усинска до Печоры по-прежнему закрыта в связи с тонким льдом на переправе. Накануне под воду там ушел груженный довин Хукамас. Обошлось без жертв. По предварительным данным, участок трассы будет открыт только в первых числах января. Сейчас все зависит от погоды. Тем временем, уже в среду, в поселке Факел перед выездом на Зимник установят большое информационное табло. На нем будет отражена вся самая актуальная информация о состоянии дороги на Усинск. Олег Танзейский, Леонид Шишелов, Дмитрий Улкевич, Телеканал Север. В окружной полиции кадровые перемены. Прежний начальник регионального ОМВД переведен на новое место службы. Сессия горсовета состоялась. Самым обсуждаемым стал вопрос о структуре администрации на 2016 год. В окружной полиции кадровые перемены. Президент России подписал указ о назначении Олега Ильиных на должность начальника ОМВД России по Курганской области. Окружное ведомство он возглавлял с 27 июня 2013 года. Исполнять обязанности начальника управления по Ненецкому округу до нового назначения будет заместитель Сергей Сахаров. Глава региона Игорь Кошин вручил Олегу Ильиных почетную грамоту администрации НАО за заслуги в укреплении законности, защите прав, интересов граждан, компетентности, высокий профессионализм и активное взаимодействие с органами власти Ненецкого округа. Среди главных достижений губернатор особо отметил обеспечение участковыми и уполномоченными всех сельских муниципальных образований округа. Вопросы безопасности в период новогодних праздников, а также готовность региона к длительным каникулам обсудили сегодня на оперативном совещании при главе региона. Перед Игорем Кошином отчитались руководители департаментов и главы муниципальных образований. В завершение года к концу подошла убойная кампания. На днях забой начался в Испокаиндиго, последнем хозяйстве, в котором идет заготовка оленина. Восьми окружных Испока Ненецкого округа убойная кампания уже закончена. Всего планируется заготовить свыше 1300 тонн мяса. Такие объемы сырья позволят бесперебойно работать предприятию мясопродукты. С 3 января будет вывоз мяса. Самое основное на сегодняшний день, январь, закрыт уже мясом. 18% вывезено. В дальнейшем все в работе. Несмотря на предстоящие праздники, предприятие будет работать в обычном режиме и представит весь ассортимент своей продукции на рождественской ярмарке. Кстати, к ее проведению все готово, сообщил руководитель департамента природных ресурсов, экологии и ОПК Олег Белак. У нас есть понимание с городскими властями и со всеми, кто участвует в этом процессе. Так что мы ждем всех 7 числа на рождественской ярмарке, на площади Мораций. Не останутся без продовольствия жители села. По словам председателя Совета Ненецкого окропотребсоюза Натальи Кордаковой, доставка продуктов в села осуществляется и воздушным, и наземным транспортом. В период новогодних праздников сельчане будут обеспечены и свежим хлебом. У нас пекарни, 24 пекарни, которые все работают, все обеспечены хлебом. И хотелось бы глав муниципальных образований попросить, если какие-то сбои происходят в праздничный период, чтобы непосредственно обращались с нашим руководителем, все они находятся на местах, или не ко мне. За безопасность и не только продовольственную в населенных пунктах в период праздников непосредственно будут отвечать главы муниципальных образований. По отчету глав, все села к новогодним праздникам готовы. В завершении оперативного совещания глава региона Игорь Кошин поздравил всех присутствующих с Новым годом. А в качестве подарка чиновникам вручил Уголовный кодекс России. Уголовный кодекс с комментариями. Хорошо? С наступающим Новым годом! Алина Волчийская, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Какой будет структура администрации в следующем году, сегодня решили депутаты Горсовета. Со второй попытки они провели крайнюю в этом году сессию. Напомню ранее, из-за отсутствия куорума принятие решений было невозможно. Кроме того, депутаты Горсовета согласовали изменения в устав на Ринмаром, утверждение плана работы Горсовета на следующий год и другие изменения. Подробнее о решениях народных избранников расскажет Алена Валей. Самым обсуждаемым стал вопрос о структуре администрации на 2016 год. Согласно докладу Елены Липуновой, администрация муниципалитета планирует оптимизацию. Под сокращение, согласно 95-му окружному закону, пойдут 14 работников Управления образования. С 1 января полномочия в этой сфере перейдут в ведение окружных властей. Меньше станет и заместителей у мэра. Проектом решения предлагается разнеет должность заместителя главы администрации Горсовета Горсовета на Ринмар по вопросам социальной политики. «Исключить из структуры администрации Управления образования молодежной политики и спорта с целью оптимизации численности муниципальных служащих. Проектом решение предлагается должность помощника главы администрации и структуры исключить». Однако не все депутаты согласны с такой минимальной оптимизацией. С 2015 года в регион из города ушло 13 полномочий. Но вот штат администрации сократился незначительно. Согласно данным, представленным на сессии депутатом Горсовета Сергеем Сверидовым, в прошлом году эта цифра в мэрии составила всего 2,8%. Для примера, в Заполярном районе в 2015 году при сокращении полномочий муниципальных служащих стало меньше более чем на 60%. Хотя под крылом района, в отличие от города, остались полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на бурные обсуждения, большинство народных избранников одобрили вариант предложенной администрации на Ринмара. Но с этим решением согласились не все. Такая структура для города в настоящий момент просто неприемлема. Нельзя было принимать только такую структуру. Полномочий осталось в городе мало. Штаты по-прежнему раздуты. Они и раньше были фактически раздуты. А теперь их сокращение такого не заметено никакого. Несмотря на положительное решение, депутаты планируют вернуться к данному вопросу. Но уже в 2016 году. А вот предложение депутатов еще раз обсудить первый вопрос сессии о бюджете муниципалитета, который был рассмотрен еще 24 декабря, поддержали не все народные избранники. Но инициативная группа, которая предлагала сократить расходы на содержание чиновников, отступать не намерена. И будет отстаивать свою позицию в следующем году. Алена Валей, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Ненецкий округ получит федеральное средство на региональные доплаты к пенсии в 2016 году. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым. Межбюджетные трансферты на общую сумму свыше 7,5 миллиардов рублей и распределены между 11 субъектами. Наряду с Ненецким округом в этом списке Республика Коми, Якутия, Камчатские и Хабаровские края, Архангельская, Магаданская, Московская, Мурманская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ. В казну нашего региона поступит 42,6 миллионов рублей. Региональные социальные доплаты к пенсии выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионеров субъектов федерации. В Ненецком округе на 2016 год прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 16 510 рублей. Разница между выплатами из пенсионного фонда и уровнем прожиточного минимума компенсируется за счет окружных средств. В региональном бюджете следующего года на эти цели уже предусмотрено порядка 38 миллионов рублей. В бюджете округа на следующий год заложен новый вид субсидий. На государственную поддержку в 2016 году смогут рассчитывать частные детские сады. Порядок предоставления субсидий подготовлен Департаментом образования Ненецкого округа. Сегодня документ утвердили на заседании администрации региона. Средства на предоставление субсидий частным детским садам уже заложены в бюджете округа на следующий год. Это порядка 4 миллионов рублей. Сюда включена оплата труда, приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения и игр. Также в порядке предусмотрены условия предоставления субсидий, предусмотрен механизм предоставления и организация контроля. Субсидии частным детским садам – это совершенно новый механизм поддержки и рассчитан скорее на перспективу. Напомню, первый в регионе частный детский сад может появиться в апреле следующего года. Грант на его реализацию и выиграло общество с ограниченной ответственностью Садко. Предполагается, что в частном детском саду будет несколько групп для детей от 1,5 до 3 лет. По словам Леаны Храповой, новое учреждение поможет решить проблему с местами в детских садах региона. Сегодня в очереди стоят более 1,5 тысяч детей в возрасте до 3 лет. Однако уже в сентябре следующего года возникнет проблема нехватки мест для детей от 3 до 7 лет. Порядка 2 миллионов рублей в бюджете округа заложили на субсидию личным подсодным хозяйствам, которые производят и реализуют молоком. Сумма определена из расчета реализации не менее 70 тонн. Ставка субсидий утверждена на уровне 29 рублей 15 копеек на 1 килограмм продукции. Почти 100 миллионов рублей в следующем году направят на поддержку производства хлеба. Здесь изменения касаются исключения из ассортимента хлеба и булочных изделий. То есть, если раньше субсидии предоставлялись с учетом всего ассортимента хлеба, хлеба и хлебобулочных изделий, то сейчас только хлеба основных семей сортов. При этом цена реализации 1 килограмма хлеба установлена на уровне 37 рублей. Это на 2 рубля выше по сравнению с текущим годом. Принятие новой системы субсидирования позволило Ненецкому округу наращивать объемы производства. Впервые за 10 лет в регионе открыто 5 производственных объектов в сфере АПК. Это 37 созданных рабочих мест преимущественно для сельского населения округа, а также повышение качества мясного и молочного сырья и продукции. В Наринмаре начал работать новый цех по переработке мяса оленей СПК «Ерф». Его мощности позволят выпускать в сутки до 500 килограмм готовой продукции. В следующем году хозяйство планирует проводить около 30-35 наименований мясных изделий. В поселке Красное состоялось торжественное открытие цеха по первичной переработке мяса оленей СПК «Харф». Его производительность составляет 500 килограмм в сутки. В селе Оксино открылся новый цех по переработке молока мненецкой агропромышленной компании. Новый объект позволяет перерабатывать до 1000 килограмм молока в сутки и получать готовую продукцию в виде сливочного масла, сметаны и творога. В поселке Харьягинский запущен в эксплуатацию высокотехнологичный комплекс по убою оленей СПК «Путильяча» производительностью более 250 голов в смену. Еще один убойный пункт был запущен в эксплуатацию в селе Несь. Он позволит компании «Мясопродукты» проводить убойную кампанию на западе округа, независимо от погодных условий. До встречи Нового года остается два дня. Через несколько секунд о праздничной программе. Самый масштабный и яркий праздник традиционно начнется в первые часы нового 2016 года. В комплексном центре социального обслуживания продолжается выдача новогодних подарков для малышей, не посещающих детские сады. В этом году окружной Дед Мороз для детей от рождения до 14 лет приготовил килограмм различных сладостей, упакованных в музыкальную шкатулку. Также в набор входит фетровая игрушка, символ наступающего года и книжка-раскраска. Также в центре идет выдача новогодних сюрпризов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них закуплены наборы, в которые входит подушка с символом 2016 года, развивающий 3D-конструктор, пенал, еженедельник с играми, кроссвордами и загадками. Для получения подарков родителям необходимо предоставить в КССО копию паспорта, главная страница и отметка о прописке, и копию свидетельства о рождении ребенка. Получить новогодние подарки можно по адресу улица Рабочая, дом 18, с 9 часов утра до 16.30. Телефон для справок 40271. До встречи Нового года остается два дня. Самое масштабное и яркое событие Наринмара традиционно начнется в первые часы нового 2016 года. С часу ночи до 5 часов утра в новогоднюю ночь гостей праздника ждет шоу-программа «С Новым годом Наринмар» и эстрадный концерт, где можно будет услышать хиты уже ушедшего 2015 года и прошлых лет. Услышать вживую лучшие мелодии и песни из любимых несколькими поколениями кинофильмов можно будет на концерте ансамбля Дворца культуры. Они представляют на суд зрителей программу «Операция И-2» бемоль-мажор. Гости и жители Заполярной столицы смогут услышать легендарные мелодии из фильмов «Ирония судьбы», «Берегись автомобиля», «Джентльмены удачи», «Приключения Шурика» и другие. Концерт пройдет 4 января в концертном зале Дворца культуры Арктика. 6 января в 17 часов в Дворце культуры Арктика состоится концерт эстрадно-джазовой студии «Импровиз». Мечта сбывается. Это не просто концерт, это грандиозное световое шоу, незабываемая атмосфера живого звука и песенное откровение талантливых вокалистов эстрадно-джазовой студии «Импровиз», которые исполняют для вас только лучшие хиты замечательного композитора, признанного классика отечественной поп-музыки Юрия Антонова.